Девушки отдыхают Махнач Вера Петровна. Начало войны застало ее в Минске. В первые же дни вместе с сестрой была эвакуирована, в Москве окончила диверсионную спецшколу и в составе группы была переброшена в Белоруссию для организации партизанского движения. Была связной, участвовала в нападениях на немецкие гарнизоны и полицейские участки, минировала мосты и железные дороги. Вера Петровна, вас где застало начало войны? Начало войны меня застало в Минске. И, кстати, в Минске 22 июня было такое большое событие. Мы открывали озеро Комсомольское. Это 22 июня. Как это? Вот это озеро, которое в Минске, это вручную все было выкопано нами, студентами, учащимися, рабочими. С утра в 7 часов мы уже на озере были. Мы еще не знали, что война началась. И вдруг где-то в часов, наверное, 7, может 8 милиция, врупора, война, война. И вот какое первое чувство было? Что делать в такой ситуации? Вы знаете, первое чувство было у меня, это, ну, скорее на работу попасть. Я работала воспитателем детского сада и в вечернем институте училась. Ну, мы когда приближали, значит, у нас было, ну, вроде сказали в исполкоме, что нам дадут автобусы прибудут и что мы детей вывезем отсюда. Детей собралось много. Это уже на второй день. И началась бомбежка. Ну, тут детей же родители прибежали, разобрали у нас по домам. И мы направили, значит, я, потом сестра моя тут была, и воспитатели. Думали, ну, пойдем куда, надо быстрее с Минска уходить, поскольку уже здесь у нас разбомбило все. А вот чем для вас было то, что вам пришлось буквально через несколько дней после начала войны эвакуироваться из Минска? Ведь до этого нам говорили, что война будет только на чужой территории. Мы не думали, что мы надолго уезжаем. Мы, я даже думала, что вот до Могилева дойдем и назад по это даже. Вот не было такого ощущения, что это придется ехать и на годы. Значит, довезли нас до Саратова. В Саратове разгрузка. Мне запомнились очень добрые люди. Особо я говорю, что я до войны, кроме Белоруссии, нигде не был. Я знала только белорусов. И вдруг Россия. Мы лежим, значит, на вокзале. И подходит женщина. Девочки, вы откуда? Ну, мы сказали, из Белоруссии. И у вас ничего нет только что на вас? У нас вот то, что надето было, все. Больше никаких, вообще ничего не было. Она говорит, идем ко мне домой. Вы умоете все. И вот, значит, я, моя сестра, потом две девочки с Барановича были. Люба и Соня, еврейки. Ну, хорошо, мы с ними сдружились у вас. У нас потом этой разницы национальной в Белоруссии она не чувствовалась. До войны мы ее не понимали, что это такое. Ага, и мы пошли к ней. Конечно, мы все с себя сняли, что на нас было. Она, какие у ней платья, белье, все подоставала. Как-то кому по росту, кому нет. Одели, мы в ней перестирали все. И в ней мы были, наверное, дня три. На завтра мы пошли на пункт, где эвакуированных там записывали. Мне, правда, предлагали остаться, я уже была воспитателем детского сада, предлагали в Саратове остаться работать. Я отказалась. Но отказалась по простой причине. Не буду же я босса и платье в таком ходить по городу. Я говорю, посылайте нас в деревню куда-нибудь. Там нам проще будет. Ну, правда, они послали Нейвальтерский район, село Симоновка. Мы когда приехали, и председатель колхоза Юдин, фамилия Илья Леонтьич, по-моему, да, Юдин. Он был еще молодой мужчина, но без руки. Так он сразу нас забрал. Слушайте, и столько должностей нам дал, что мы ночевали на поле. И весовщиками, и учетчиками, и измирали площадь, которую убирали. А после еще добавилось. С армии пшеница созрела, в августе надо ее убирать. Значит, с армии сняли комбайнеров на уборку хлеба. И вот сюда, в этот колхоз, два прибыло с Кубани, они родом, Фисенко и Татарченко. Я уже не помню, как их зовут, но фамилию помню еще. И им приходилось работать сутками, потому что работали и ночью, и днем комбайны. Так они, этот Татарченко, ему было лет сорок уже тогда, говорит, слушай, дочка, а ты быстро поймешь, как комбайн вести. Я, говорит, буду днем только, ночью я один буду работать. А днем, говорит, помогай мне. Я, говорит, на мостике лягу, а штурвал ты уже держишься. Он сказал, что даже неплохо получалось. Там очень ровная степь, вот такое поле ровное, прямо вот возьмешь, и нетрудно было. А, говорит, если что не так, говорит, ногой штурхнешь меня. А он же тут возле ног лежит на моем, на этом мостике. И мы так работали, и пшеницу эту убрали. Еще такой маленький вот штрих. Привезли где-то в ноябре, в декабре туда, в колхоз, на весь колхоз. Несколько платков, валенок, что-то, не знаю, парит, 3-4. И материал, ну, такой корт, как у нас назвали, ну, хлопок, общем, вот, как вот, куртки делают. Вот, ну, вот это и на другую. На весь колхоз. На весь колхоз, ага. На весь колхоз, вот это. Мы, конечно, не пошли там, они пошли там в собрание, их и делили они это все. И вы думаете, что? Что они все, что привезли на колхоз, принесли нам ночью, вот, после собрания. Все отдали нам. А война чувствовалась там сильно в этом? Ну, война чувствовалась тем, что нет мужчин в деревне. Мы-то одни, а женщины с детьми. Им было трудно. Трудно, потому что у некоторых семьи там и трое, и четверо детей. Ну, а в конце 41-го года мы получили, я получила вызов в Мордовию, в город Ордатов. Там детский дом, то есть детей из Белоруссии пособирали. Когда приехали в Ордатов, я еще не начала работать, моя подруга Валя была там. Мы с ней учились и в техникуме, и в институте вместе. Она, значит, прибыл представитель из Белоруссии, из ТК Белоруссии, приглашает на собеседование белорусов. И она, и мы пошли вдвоем с ней. Оказывается, белорусам приглашают работать в Белоруссии. Дали нам направление сразу в Москву. Приехали в Москву. И нас направили в спецшколу номер два. Значит, ну, спецшкола была закрыта. Мы находились там. Ну, учеба вполне понятна какая. Какая? Диверсионная? Диверсионная. Учились. Мины стреляли. Маломагнитки в это время начали прибывать с Англии. А маломагнитка, чем хороша была, что и вот идешь по железной дороге, или проходишь, раз, хлоп, и она осталась там возле цистерны. И пошел. Не заметили, поезд пошел, хорошо, значит, взорвется. Потом еще бесшумки получились. Тоже уже нам они помогали очень здесь. Что у немцев не было бесшумок, что мы после удивились даже. Наверх одеваешь бесшумок такой, как капсула. И вы стреляешь, тут, ну, щелчок только затвора, слышишь, и все. А человек лежит. То, что сейчас называется глушитель. Глушитель, да, да, глушитель. Вот они уже с войны у нас уже, с 42-го года. Вот, так что это мы учились. Потом учились подрывать железное, ну, железнодорожное полотно. Так где же надо это? Значит, на действующей дороге. Так на этом участке, когда шли поезда, машинисты, в общем, желали нам всего самого доброго. Потому что мы ночью, мы должны были научиться подползти, чтобы не видеть. А там тоже ходила же охрана наша. Это надо выбрать землю под рельсу. Землю эту убрать в лоток, в какую-то тряпку, чтобы она не отстала. Заложить мину, и на таком расстоянии что-то нажимного действия было. Чтобы, когда поезд идет, он все-таки ужимается, рельса. И чтобы он нажал на капсуль и взрывает. Ну, так мы закладывали же там не без стола, только капсуля. Ну, это что, взрывался песок только до машиниста мог дойти. Ну, и обучали тому, что, вы понимаете, что нам не говорили, что немцы там такие, они глупые. Нет, нам говорили, что это сильная армия, что это сильная разведка. Что мы почувствовали, что разведка у них сильная. Потому что, когда эшелон наш уже двигался к линии фронта, еще по советской территории, так утром остановились, и мы вышли и посмотрели. На наших всех вагонах было написано «Смертники, смертники, смертники». Значит, сработала разведка. Значит, они знали, куда мы идем, куда эшелон идет и кого везет. Доставили до линии фронта. С эшелона мы вышли все. Нас погрузили в машины. Нас привезли, сгрузили. Ну, в общем, мы сошли с машин. Там были в каком-то гумне сарай, ну, с сеном там что-то такое. Так, наверное, дня четыре мы там на передовой были. А потом мы пошли в свой район. Мой район был, наш район, нашей группы Жлобин. Жлобин-Стрешин. Стрешинский-Жлобинский район. Мы тут и объединились, две группы. И были все время вместе. И как дальше складывалась ваша работа? Ну, во-первых, основная задача организации партизанского движения. Это основная задача всех групп. В 1942 году Белоруссии уже край стал партизанским. Ну, а партизанское движение. Значит, посещение деревень. Мы ходили в деревни, в населенные пункты. На Жлобин передавали, чтобы люди к нам шли. И что интересно, что мы уже за несколько метров у нас уже был партизанский отряд. К нам настолько люди шли, мы не всех брали. То есть мы не могли брать людей, у кого нет оружия. Значит, когда кто просился, говорили, дайди оружие и приходи. Ну, находили как? Некоторые находили, когда наша армия была в окружении, все прятали, подоставали винтовки там, патроны. А некоторые, как говорят по стихотворению Симонова, сколько раз увидишь его, столько раз убей. Увидел немца, возьми у него, убей. Было и такое очень часто. Правда, не все время, их нелегко было убивать. А ваша непосредственная работа в чем заключалась? Вот первоначалье – это связь. Ходили по деревням, встречались, назначали они свидания. И вот с этого шла организация партизанских движений. То есть побольше людей взять к себе в отряды. И в то же время с оружием. И вы как находились? В подполье? Или у вас были документы какие-то? Нет, у нас никаких документов. Мы в лесу жили, а туда просто набедывались. И организовали группы подпольные, давали задания им, встречались с ними. Вот такая работа. А документы у нас никак. Документы были вот тех, кто непосредственно работал. Вот Нилы были в документе, вот она работала у коменданта. А так у нас ни в кого не было документов. Документы давали тем, кто непосредственно должен был внедриться прямо на работу и работать у немцев. А мы только людей подбирали себе, агитировали и давали задания, и работали сами. Мы слушали Москву, СОМИФОВБЕРО, потом переписывали. И потом разносили в жлобине, отдавали эти связным своим, они их расклеивали. Люди ждали больше, чем хлеба. Сведения, сведения, где, что делается. Вот это была в основном работа. А потом уже начали передавать мины им потихоньку, с людьми познакомились, все. Они взрывали, сами ходили. Вот это работа. А какие эпизоды вот этой работы особенно запомнились, или которые были особенно опасны? Не знаю с чего и почему в отряде начали люди опухать. Просто глаза заклопывали. В том числе и я. И нас набралось что-то человек, наверное, 9-10. В общем, полную палатку туда натолкали нас. И ребята, и все мы вместе были. Нас не делили там, что где-то девочки, где-то мальчики. И, собственно, никто никогда не обращал внимания на это. Я говорю, что мы были ближе, чем братья и сестры. Вот настолько семья была. И нас всех поделали. Глаза ели как щелки. Температура высокая. Медикаментов у нас мы доставали у немцев, но не могли знать, что у нас такое. Во всяком случае, Ваня Маркушев лежал и все смеялся. Прибыла монгольская делегация. Знаете, что все такие. И в это время началась блокада. Нас начали окружать. Ну и мы, конечно, решили идти в болото. А Ваня Шуцова сказал, полежи, и мы носилки делали. Потому что его нельзя было нагрузить, он ранен был. А стрельба по лагеру идет уже. Там в начале, там уже кто охраняет лагер, уже стрельбу ведет. Он решил, что немцы. И взял пистолет себе в рот и выстрелил. Забежали наши, чтобы его положить на нас. А его уже не стало. Это страшно. И что вышли? Мокрее все. А еще заморозки. Весенние, но заморозки. Но отошли, что интересно, что и у нас после этих лечебных грязей этих, что мы все с температурой в грязи, и вышли, и, знаете, через какую-то неделю мы и поправились. Слабые были, но пошли уже. Были случаи очень трудные. Вот разведчиков, самых лучших разведчиков наших поймали. Данил Кустова-Сяночка и Воробьева Фиму. Таких разули зимой, на развале на сане посадили. Мы решили, что они боссы и они убегут. Ага, значит, они пустились бежать. И Фим когда бежал, а Данилка бежал, полдороги пробежал и упал. Мы думали, его ранили, потому что наблюдались ребята, страховали. А когда подошли, он умер, сердце не выдержало. Умер на ходу бегом. Так что людей много, издевались много. Издевались? Переходим железную дорогу ночью. И вдруг застопорились, встали первые. Когда подошли, так лежат две женщины, полураздетые. Трое детей. И грудной приколот штыком к груди. Зачем? Ну, что они? Ну, можно им после этого прощать что-нибудь было? Но мстили им тоже достаточно. Да, конечно, в стиле. Мстили еще и как мстили. Как могли, чем могли. Вот у нас тогда был приказ по соединению. Уничтожить железную дорогу. Ведь здесь шло подкрепление зашло железной дороги. Ну да. Значит, это мы выходили. Все бригады, тогда стрельба стояла по всей Беларуси. Это мы шли все, все буквально оставались только там, вот что-то делали. Выходили с столовыми шашками. Брали дорогу, допустим, от этого, от этого промежутка, на 5, на 10. И все бригады, все отряды расходились по железным дорогам. Возревали железные дороги. Мосты, которые попадались. Валентина Беронова, я что хочу спросить. Вот эти вот люди, к вам приходили полицаи, да? Да. Были старосты, которые вам помогали. Вот у них-то как потом судьба могла сложиться? Вы знаете, те, что работали с нами, мы им давали официальные после уже, когда снили документы, что это наши связные, наши работники. Вы понимаете, нам же, вот эти немцы, вот эти полицаи, старосты, они нам были более нужны, чем те, кто дома сидел, ничего не делал. Кто ни немцам не помогал, ни нам не помогал. То есть, ну, прятались. А эти люди, которые работают, они же, это наша, это разведка наша. А часто приходила такая мысль, что вот, все, мы должны погибнуть? А вы знаете, мы почему-то не думали, что будем жить. Мы как-то с жизнью вроде не то, что распрощались, но как-то к ней относились, что это идет до тех пор, покуда нам, ну, что-то надо будет сделать такое, что ее не будет. Мы не были, мы вообще никто. Вы знаете, о чем мы мечтали? Что мы снимем сапоги, соломы где-то наберем и ляжем, и будем спать суток трое, не вставая. Вот так хотелось об этом мечтать. А то, что погибнем, не погибнем, вы знаете, на эту тему не было у нас разговора никогда. Погибало много у нас. Много на взрывах дорог. А то еще вот был бой, и мне запомнилось, вообще это, мне кажется, самый страшный, даже нет. Был бой. Гарнизон немцы там, и полицейские, наверное, были. Я как сейчас помню, вот раненый. Мы звали Мишуня его. Ну, мальчик лет 16. Он дружил еще с девочкой Манечкой. Так мы-то Зощенко вспоминали, Мишуня Манюня. Так посмеялись. Так он пришел, значит, врач уже не справлялся. Так он, говорит, положите свой автомат, говорит, иди сюда, потому что я не справляюсь. Но иногда я помогала. Ну, ГСО второй степени у меня было только, это довольно вот значки полно, орденов. Все значки были. Ага, так. Вы знаете, когда я его развязала, а врача здесь нет, он в другой комнате, сельская хата, это в деревне была. Я так открыла, а у него висит мышца, вот вся эта мышца висит, но только на коже. Ой, Боже, ну что мне с ней делать? Отрезать меня не хватает. Я говорю, что я не могу. Так я взяла ее так сильно, так прихлопнула, там, где она была, на место, и забинтовала. Уже вечером, когда мы отошли, Владимир, врач всегда спрашивает, что у кого было. Я говорю, вот посмотрите, я не знаю, что я там сделала. Я их просто прихлопнула, и все. Он у него спрашивает, температура температуры? Я говорю, нормально. Значит, все, болит тебя. Он рыдая, вроде и не болит. Слушайте, она у него прижилась, как будто там все время и было. А вот самое страшное, что я с войны вспоминаю, это март месяц. Вот нас один раз прижали, так, к березине. Патроны у нас же считаны, мы фейерверки не встраивали. У нас каждый патрон на учете, у нас уже нет, только для группы прикрытия. И у нас осталось там болото, так хоть можно. А тут вот такой батут. И, слушайте, так смотрели, повернуться к ним лицом, ну что, голые руки, значит, нет, нет уже патрона, уже на исходе все. И, вы знаете, мы пошли по одному. Мне кажется, страшнее для меня в войну ничего не было, чем вот этот переход. Идешь и так. Единственное, во-первых, ничего не можешь сделать. Никто не может тебе помочь. Идешь, и оно качается. Как встал нас, второй берег, сразу сели. Уже сил даже стоять не было. И мы все прошли. Что вы, как мы после говорили, наша река нас выдержала. По колено вода наверху, а там лед, вот этот качающийся лед. Отошедший уже от берега. Да, 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 качается лед. И вот такое, что сейчас раз, и туда, и туда. Вот страшно. Был вообще юмор на войне? Ну, вот если юмор, так боевой. Вот лежим, мы, значит, идет бой. Это зимой. Лежим, значит, на снегу, все, а там через поле видно те, с кем мы хотим по-дружески поговорить, как говорят, да, там враги. И вдруг крик с нашей стороны. Убили, убили, убили. Я, конечно, там проползла. Смотрю, Саша орет по всю лодку. Убили. Я говорю, да замолчи. Сама кричишь, что еще же не убили. Я говорю, куда тебя убили? А правда, смотрю, у него полушубок такой светлый был, весь в крови, вся грудь вот тут. На снегу кровь. Я говорю, так где тебе хоть болеть? Ну, я уже думала, нигде не болеть, не знаю. Не знаю. Ну, вот видишь, кровь идет, значит, убили. Оказывается, он как держал так вот автомат, его пули вот просекли, вот так вот палят этот сверху. Кровь идет. Он же вот дергает этот автомат, всю грудь замазал кровью. И здесь она стреляет и кричит убитый. Вы знаете, после этого так смеялись. Это вот разрядка такая была. И сколько лет вы были в партизанском отряде? В 42-м, а мы уже в ноябре 43-го, армия уже подошла к нашему району. Мы уже вместе с армией стали. Уже ребята ушли в армию. А 9 мая где вы встретили? В Жлобине. В Жлобине? И что это за день был такой? Вы знаете, даже, я уже вот как-то, даже как-то не могу вспомнить. Мы уже собрались, мы уже сугубо гражданские были. Вы знаете, я не знаю, или мы радовались больше, или мы больше плакали. Мы очень много плакали тогда. Вы знаете, это плачь не потому, что в день победы, а плачь, чтобы все встало в памяти, все люди, которые шли с нами, и кто остался, кого нет. Вы знаете, они как будто в шеренгу выстроились. Конечно, рады очень были. Рады были, что люди с фронта вернутся, те, которые на фронте. Рады были, что у нас победа, что можно восстанавливать все и все. Но и в то же время это действительно праздник и слез, и радости. Слушают отряды песню фронтовую, сдвинутые брови, сжатые сердца. Родина послала в бурю огневую, к бою снарядила верного бойца. На прощанье сына мать поцеловала, на прощанье мужа обняла жена. Долго не сходила с мостика вокзала, взглядом провожала милого она. Вот они в дороге, в зареве тревоги, у бойца на сердце спрятано письмо. Лучше смерть на поле, чем позор в неволе, лучше злая пуля, чем врага клеймо. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok